всем привет друзья на связи вальдемар прогуливаюсь я сегодня парке культуры и отдыха парк елочки город домодедово хотел поделиться с вами такой история вы в комментариях можете порассуждать на эту тему многие знают что у меня есть старшая дочь ей 16 лет скорой по исполнится 17 лет и она хочет стать независимой не зависит от родителей это стремление мне очень нравится и так она устроилась в этом прекрасном парке на работу по продаже сладкой ваты кукурузу и так далее и буквально вчера я наткнулся на переписку чат работодатель с сотрудниками детей всех официально не оформляют и и с этого момента с начального периода их его карьеры и развития в труда в трудовой деятельности заключается в том что им объясняет что если вас официально трудоустраивать то нужно платить налоги и значит вы будете меньше получать поэтому думаю вы все хотите больше получать поэтому давайте будем работать неофициально да но многие же мы взрослые все понимаем что трудовой договор между работодателем и сотрудником заключается что были у обоих права у сотрудника есть свои права права там прописанные обязанности трудовые инструкции и так далее также и работодатель есть случилось такое что многих детей по причине там отпрашивание или так далее просто говорят и уволен или там ты больше не приходишь а что вообще меня побудило это видео что я видел такие скрытые угрозы в этом чате его обязательно прикреплю наверно давайте его в конце добавлю переписку записи с экрана что там как правильно сказать что там объясняет детям что предприниматель назовем такой местные девочка или женщина но как сказать карабас барабас объясняя детям то что я общаюсь со всеми предпринимателями так сказать там дворецкого района или с многими предпринимателями и угроза идет в том что якобы вы потом никуда не устроитесь если будете ну образно на нашем уличном выражении вякать пой давайте пройдемся посмотрим как же работают что продают ну и возможной работодательницу встретим пообщаемся так мы подошли к нашим мальвине работает моя доченька мальвина так сказать центрального у центрального входа в парк и очередь принципе не целый день без остановки без остановки труд достаточно сложный и тяжелый надо заниматься они начинают с 9 утра с 9 кто-то с 10 начинают крутят вату продают кукурузу примерно до 9 вечера на забери у лёхи на сколько у вас перерыву за день я сама сись пока я не сделаю прерыв так на так вообще 0 10 часов без остановки говорит вам когда надо в туалет типа табличку вешайте идете а все остальное там кому это куришь я могу и вы сюда приходите встаете за станок и вас никто не меняет в течение дня правильно ну ты можешь там два часа поработали три часа потом сменами или каждый на своем у своего лотка стоит целый день каждую свою локацию и все только в туалет выйти или покурить тупой место курения кушаю ну или поешься так сейчас время у нас сколько сейчас время у нас 17 00 насколько ты устала за это время я очень очень чувствую это целый день на ногах грубо говоря я тебе так даже как батя дочери скажу даже охранником даже охранники не стоят целыми днями на одном месте но иногда сидела даже охранники когда что-то охраняют они по два часа и меняются смена у них происходят как смена караула два или три часа сколько ты стоит потому что так очень тяжело целый день стоять каждую на какая касса сегодня у тебя выручку примерно я надеюсь ты здесь ты здесь пока что да у меня за 10 минут ну ладно ты короче сейчас от усталости не соображаешь ты вечером посчитаешь и мы с тобой вечером поговорим правильно я каждый вечер отчеты скидываю ну вот будешь скидывать отчеты мы с тобой разберем и людям покажем как работать нелегалами без документов и зарабатывать деньги на поте и здоровье детей подросли мало заплатить ну ладно посмотрим все 10 минутный перерыв закончен оставляем дочь продолжать каторжной работе приедем за тобой в 9 часов и у нас время почти 9 часов вечера приехал я в парк забирать свою любимую доченьку сейчас посмотрим на ее состояние насколько в ней довольное лицо после такого тяжелого трудового дня задаем ей вопросики ну что дружище отработала у тебя даже сахар остался это третье пачки темного еще убрать расскажи нам сейчас покушала чуть-чуть остыла как тебе такой рабочий день ужасно будешь ты ты еще трудиться нет таких дичайших условиях никогда сколько раз за день тебе получилось отдохнуть два два раза по сколько времени 5 10 когда заказов не было сидела мое мнение что это дьявольский каторжный труд тем более для молодежи 16 17 лет да и взрослый не каждый выдержит такие нагрузки простоять 10-12 часов и еще при этом когда тебе пишут в соцсетях что ты там слабо улыбаешься или не такая общительная я думаю после 6 7 часового дня уже и улыбка пропадет и все но помимо того что ты отработал тебе еще надо рабочее место свое убрать и передать его сдать кассу не ошибиться в деньгах а если ты ошибешься где-то в кассе что-то то соответственно с тебя это вычту поэтому мой вам совет родителям и либо молодежи что оформляйтесь официально тогда вы будете как бы законно законных рамках все это делать а не так как сейчас это происходит вот у таких предпринимателей где тебе завтра могут написать на ватсап или позвонит по телефону и скажут что ты завтра можешь не выходить извини и так далее не бойтесь никогда и не ведитесь на этот прессинг когда вас запугивают что вы больше никуда не устроитесь и так далее есть трудовая инспекция просто пишите туда заявление о том что вы работаете так сказать нелегалами по 10-12 часов и 16 до 18 лет дети могут работать не более 6 часового дня вам господа предприниматели совет вы просто оформляйте все правильно и делайте смену если у вас такой 12-часовой день делите ее просто на две смены кто-то работает в первую смену кто-то во вторую и тогда будут все довольны и вы будете довольны тем что у вас как качество качество работа будет более выше чем от уставших детей к вечеру ну вам судить пишите в комментарии полезно ли не полезно да и пообсуждаем я на все комментарии отвечаю это воскресенье у нас подходит концу поэтому что поэтому отдыхать